Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои уходовые средства, которыми я буду пользоваться в августе. В июле я на две недели уезжала в отпуск, поэтому расход у средств был небольшой, так что не удивляйтесь, что то, что должно было закончиться, до сих пор почему-то не закончилось. Ну ладно, давайте приступим. Начнем, как обычно, с ухода за волосами. Здесь почти никаких изменений. И продолжу я пользоваться шампунем от Vitex. Я им в июле пользовалась всего лишь два раза. Вот можно видеть, сколько его здесь осталось. Говорила я о нем не один раз, повторяться не хочу. К этому шампуню у меня маска от Faberlic, Faberlic Expert с Amla. Ее я тоже использую три раза в месяц. Хватит мне ее еще на пару месяцев, так точно. Хорошая маска. Также я продолжаю пользоваться вот такой парочкой. Это шампунь от Efrashé, шампунь от марки Parousan. От Efrashé шампуня здесь еще много, а вот Parousan у меня уже почти заканчивается здесь буквально на пару раз. Когда он закончится, я другой шампунь в пару к Efrashé добавлять не буду. Буду пользоваться только им. Маски к этим шампуням, я уже говорила, я чередую. Я так посчитала, что где-то три раза в месяц я использую вот такую маску с красным перцем от Русского поля. Хорошая маска. Закупилась я на славу этими масками, чему очень рада. Действительно печет голову, волос укрепляет. Хорошая вещь. Также хочу взять новинку. Вот такой кондиционер. Это марка Fresh Light. Кондиционер с пионом. Достался мне в какой-то коробочке красоты. В продаже я видела такие кондиционеры. Они достаточно дорогие. Объем здесь, кстати, большой. 300 мл. И знаете, очень интересный аромат. Какой-то парфюмированный. Если этот аромат будет оставаться на волосах, я буду очень рада. Аромат мне понравился. А шампуни я чередую. Вот эти вот с шампунем и кондиционером от Росеме. Они у меня, скорее всего, в августе уже и закончатся. По крайней мере, кондиционер так точно. Его здесь совсем чуть-чуть. Шампуня больше, но сколько, я сказать не могу. Мне советовали просветить фонариком эту банку. Я это делала. Настолько твердый пластик, что он не просвечивается фонариком. Не видно, сколько там средства. Ну, где-то, наверное, вот столько. Когда этот кондиционер закончится, а шампунь еще останется, я к нему в пару буду использовать вот этот кондиционер. Почему бы и нет. Мне, кстати, эта парочка от Росеме понравилась. Очень аромат приятный, волосы красивые после них. Так, с шампунями и масками закончили. Продолжаю пользоваться средством для укрепления волос Dying G Meo Re. Расход у него маленький. Сейчас этого средства вот столько. Было где-то вот столько. На несколько месяцев такой баночки хватает. Летом очень приятно пользоваться этим средством. Оно имеет охлаждающий эффект. А что еще я продолжу использовать? Концентраты от компании «Золотой шелк». Мне писали, что я не вижу эффекта от этих средств, потому что у меня очень разнообразный большой уход. Я с этим соглашусь. Но в то же время я могу сказать, что мне в принципе не стоило приобретать эти средства. Потому что у меня неповрежденные волосы. И мне не нужно их восстанавливать. Они не такие уж прямо хрупкие, чтобы нужно было как-то их упрочнять. А вот это средство, не знаю, мне кажется, оно очень странное. От него эффекта я, наверное, не увижу. Вот от этой маски эффекта больше. Но я все равно продолжаю их использовать. Да, потому что я глупая, потому что я блогер, я люблю новинки, мне все интересно, мне все хочется попробовать. Ну вот, сглупила, купила. Теперь из видео в видео показываю вам эти банки и говорю, что я не знаю, что про них сказать. Также три раза в месяц я продолжаю пользоваться облепиховым скрабом для кожи головы от «Натуры Сибирики». Очень хороший скраб, у него маленький расход. Действительно, ощущается скрабирование. Меня этот продукт полностью устраивает. Для распутывания волос все никак не могу я добить этот несчастный спрей от доктора Санте. Банк уже в пустых банках вам показала, да, упаковку от этого спрея. А его вот сколько здесь, посмотрите. В общем, он какой-то бесконечный, но он справляется со своей задачей. Спасибо ему за это. Но аромат мне не очень по душе пришелся. Закончился у меня крем для волос от «Гарнье». И тут я вспомнила, что у меня, оказывается, есть похожее средство, но от «Эйвен». Это бальзам для всех типов волос «Секрет совершенства» из серии «Дванс Техникс». Когда-то я вам эту баночку уже показывала и собиралась использовать в качестве маски после шампуня, но мне написали, что нет, это не маска, это не смываемый крем. Пробовала наносить перед мытьем волос этот бальзам, мне не понравилось. Лишние 10 минут, честно, мне просто жалко на это средство тратить, тем более особого эффекта нет. Ну, поэтому буду использовать по прямому назначению. Посмотрим, что получится. Аромат приятный, да, кстати, у этого средства. Этот крем я буду наносить после мытья волос на влажные волосы, а по вечерам, перед сном, я, как обычно, буду пользоваться маслами. Масел у меня стало чуть больше. Вот эти две баночки, вы у меня видели уже в уходе, и к ним добавляется вот такой флюид от компании «Фаберлик». Я его брала с собой в деревню. Хорошее средство, с приятным ароматом запаивает кончики, волосы не секутся. Это обычный силиконовый такой бальзамчик флюид. Это у меня от «Эйвен» средство с довольно приятным ароматом. Это от «Фаберлик» салонки. Они все работают примерно одинаково. Так, в завершение покажу вам сухие шампуни. Все те же, да, все те же самые. Шамту и Батист. Я заметила, что в последнее время я сухими шампунями пользуюсь все реже, реже и реже. Почему реже? Потому что на второй день после мытья волос мои волосы выглядят хорошо. Когда была короткая стрижка, без сухого шампуня на улицу летом было не выйти. А сейчас совершенно спокойно выхожу. Волосы объемные, они не кажутся грязными, они хорошо выглядят, поэтому сухие шампуни использую в исключительных случаях. А Батист можно на третий день использовать. Волосы тогда он приводит в порядок. А вот шамту на третий день, к сожалению, не нанести. С волосами закончили. Переходим к уходу за телом. Гели для душа. Тот же самый гель от Эйвана Инканта с ежевикой. Пахнет какими-то карамельками. Расход был вот такой, небольшой совсем. По аромату не впечатляет абсолютно, но по качеству все гели, которыми я сейчас пользуюсь, меня устраивают. Второй гель от Эйвана с орхидеей. Для меня он пахнет просто мылом. Такой резкий, какой-то яркий слишком запах. Немножко меня душит. Аромат на любителя. Ну что, что поделаешь, буду пользоваться. Расход у него, да, такой же небольшой, как у предыдущего геля. Следующий гель пахнет сиренью. Да. Вот сколько я его использовала, совсем чуть-чуть. Хороший гель. Очень мне он по аромату понравился. И последний гель у меня от Нивеи с пионом. У него самый большой расход. Вот какой. Гель как гель, одним слоем. Так, что еще? Жидкое мыло. Показывала вам в покупках за... За какой месяц-то я уже и не помню. За июль, да, наверное. Что приобрела я в Магнит Косметик вот такое мыло от Палмалиф. Роскошная мягкость черной орхидеи. У него оказался сломан дозатор. Либо этот дозатор сломался, пока я ввезла это мыло домой. И баночка упала. И протекло это мыло. Очень жалко. Так что придется сейчас пользоваться. В запас уже не поставишь. Буду переливать, естественно, в другую упаковку. С удовольствием буду пользоваться. Аромат просто шикарный. Далее покажу вам скрабы. Один скраб у меня остался с прошлого раза. Это скраб от Эйвон. Сияние с розовой водой и маслом ши. Он очень легенький. Такой довольно приятный. Летний. Также я добавила в свой уход вот такой скраб от компании Особая серия. Банная серия. Называется этот скраб Мед и корица. Он обновляющий. Он достаточно жидкий. Тоже легкий. Вот такой вот он. Вот весь. И у него просто потрясающий аромат. Он пахнет даже не медом и корицей, а как будто бы апельсином и корицей. Но аромат потрясающий. Аромат зимний. Но зимой такие легкие скрабы я не люблю. Объем этого средства, конечно, потрясает. Здесь аж пол-литра. Вот такая огромная банка. Буду пользоваться. И еще я беру один скраб. Он уже пожестче для ног от коленей до ступней. Может быть, вот пятой точки и ниже. И это скраб от марки Делике из Улыбки Радуги. Сахарный. Манго. Я уже его открыла. Посмотреть, как он выглядит. Здесь защитная пленочка. Вот такой скраб. Непонятный какой-то. Его нужно будет оттуда отковыривать. Пахнет он очень ярко, приятно. Классный такой аромат у этого скраба. Надеюсь, мне он понравится. Надеюсь, будет жесткий. Следующее, что я вам покажу, это средство для интимной гигиены. Продолжаю пользоваться средством лактоциты. Как вы видите, расхода не было вообще никакого именно в этой упаковке. Потому что того количества, что было перелито в эту баночку, мне хватило на две недели. Вот еще даже осталось. Ой, все в масле. Просто в масле. Я уж протирала эту баночку. А все равно она такая маслянистая. Из этой упаковки пользоваться неудобно. Поэтому вот перелила. Так стало поудобнее. Но вот это масло везде и на руках. И здесь, на этом комодике, тоже будет масло. Это, конечно, неприятно. Но средство просто шикарное. У него настолько маленький расход. И оно настолько деликатное. Подобных средств у меня еще никогда не было. А так, кремы для тела, для рук и для живота. Продолжаю я пользоваться кремом с алоэ. Вот от такой марки. Из Испании мне привезли. Приятный аромат, приятный крем. Все с ним хорошо. Он действительно прекрасно увлажняет кожу. Для ног я продолжаю пользоваться кремами от марки Аравия. Эти кремы, точнее крем и флюид, работать должны против рожьих волос. Это средство полноценное. Я пока что не тестировала. Несколько раз буквально им пользовалась. А вот это брала с собой в деревню. Использовала две недели подряд. И могу сказать, что против рожьих волос оно не работает. Никак не работает. Они как врастали, так и врастают. Кстати, этого крема у меня здесь вот столько осталось. До завтра уже с трудом его добывает. Не знаю, что будет дальше. Но уже через раз получается его достать. Мне этот крем понравился как увлажняющий. Он быстро впитывается и не скатывается. Если бы он еще работал именно против рожьих волос, ему бы, наверное, цены не было. А цена у него вот такая вот. Это со скидкой за 100 мл. Грабеж среди бела дня. Когда закончится, я полноценно начну пользоваться этим. А пока что буду эти два средства чередовать. Что еще у меня здесь? Спрей от Avon. Avon Naturals. Все тот же, что и в прошлом месяце. Маракуйя и Пион. Я летом такими спреями пользуюсь редко. Потому что они вместо того, чтобы подсушивать проблемки, их провоцируют. Аромат у этого спрея шикарный. Просто потрясающий. Такой летний, очень яркий. А теперь спиранты у меня те же самые остаются. Это Rixona и Avon. Здесь вот в этой упаковочке меньше половины спрея. Это точно. Я им пользовалась две недели на даче. На нежаркую погоду он неплох. Но оставляет белые следы. На жару плюс 30. Я не знаю, будет он работать или нет. У меня не было возможности протестировать. А вот этот и на жаркую погоду сработает просто идеально. И в стрессовой ситуации выручит. Очень хороший спрей. Но очень дорогой. Без акций его покупать вообще смысла нет. Но мне он понравился. Rixona. Именно вот такая Rixona Clinical Protection. Розовенькая. Просто великолепно. Другие не пробовала из этой серии. Но думаю, они тоже неплохие. С уходом за телом закончили. И теперь поговорим об уходе за полостью рта. По утрам я буду чистить зубы вот такой пастой. Это лесной бальзам. Тройной эффект. Ромашка. Облепиха. Обычно совершенно зубная паста. Зелененькая. Не гелевая. Нормальный у нее вкус. Пенится она средняя. Ну такая. Средняя паста. Зубы чистит. На этом спасибо. По вечерам я продолжу чистить зубы пастой для чувствительных зубов от Faberlic. Она пенится в разы хуже. Но мне она понравилась. У нее приятный вкус. Зубы она тоже очищает хорошо. Работает ли она с какими-то повреждениями эмали, я не знаю. Но мне она подошла. Мне она очень даже нравится. Ополаскиватели. По утрам я пользуюсь поласкивателем лесной бальзам. У него очень интересный такой вкус. Кедровые орешки. Да, здесь что-то такое. Аромат приятный. Ну классные лесные бальзамы. Очень хорошие ополаскиватели. А по вечерам я продолжаю пользоваться своим любимым листерином, который просто намертво выедает полость рта. Но зато до утра во рту ощущение какой-то свежести, что ли, чистоты. Очень хороший ополаскиватель. Но далеко не всем подходит. Не всем нравится. Я им пользуюсь с огромным удовольствием. Ну а теперь перейдем к уходу за лицом. Начнем, как обычно, с очищения. Я не знаю, буду ли я в августе пользоваться корейским биби-кремом. Подойдет ли он мне по оттенку. Но если буду, то смывать я его буду вот таким средством. Это гидрофильный бальзам от Organic Kitchen. Вот так этот бальзам выглядит. Он приятно пахнет. Он прекрасно работает, прекрасно смывает именно азиатские средства для макияжа. Я этим бальзамом довольна. Очень даже достойный продукт. Европейский макияж я буду смывать, продолжать смывать. Гелем от Ифраше серии Фюркальми. Расход у него был не очень большой. Хорошее средство, но мне не нравится аромат. Раньше аромат был интереснее, а сейчас он какой-то, ну, уж слишком ромашковый. Но по качеству средство отличное. Ду очищаю кожу я пенкой, точнее муссом отдав. В июле расход был просто никакой, практически никакой. Даже отметить толком нечего. Ну, миллиметр, да, вот от этой черточки, не больше. Не знаю, почему так получилось, но вот факт остается фактом. Я уже говорила про это средство, мне оно нравится, но оно не для мягкой воды. По утрам я умываюсь вот таким гелем от компании Фратти НВ с шунгитом. Вот такой симпатичный здесь камушек. Гель достаточно густой. Одного нажатия на дозатор хватает, чтобы умыться. Расход у него, несмотря на то, что средство густое, немаленький, как мне показалось. За две недели вот столько ушло. Средство это хорошо тем, что оно практически не стягивает кожу. С ним очень комфортно. Я не знаю, как, точнее, что касается до очищения кожи, но просто умыться с утра таким гелем, это на самом деле удовольствие. И аромат такой довольно приятный. По вечерам, если я была не накрашена, я буду умываться мицеллярным аквагелем для умывания. Наверное, им следовало бы, конечно, смывать, доочищать, точнее, кожу после снятия макияжа. Или макияж смывать европейский. Но я не хочу. Я хочу уже попробовать это средство, узнать, что оно собой представляет. Что нам здесь обещает ультраувлажнение, очищает кожу, вводит токсины, защищает от потери влаги. Ну, посмотрим, посмотрим. Это, кстати, марка Фитокосметика. Вместо скраба у меня все тот же Pure System от Ифраше. Здесь вот столько этого средства. Расход маленький. Пользуюсь сейчас, летом, максимум три раза в месяц. Люблю я это средство. Мне хватает надолго такой упаковочки. Так, дальше увлажнение. Сразу после умывания по утрам я наношу на кожу увлажняющий тонер от компании Новосвит. Такой у него расход был за две недели. Стандартный, фактически, да, получается. Экономичное средство. Его нужно чуть больше, чем средство с муцином улитки. И оно слабее увлажняет. Но в целом нормальное. Я второй раз не куплю, но это не говорит о том, что средство плохо работает. Вовсе нет. Тоник я в августе буду использовать от компании Чистая линия. Это тоник Импульс молодости. Когда-то мне он очень нравился. Это уже далеко не первая баночка. Аромат яркий. Кого-то может отпугнуть. А так тоник и тоник. Да, чистить кожу. Восстановить PH. Брать остатки хлорированной воды. И, в общем-то, и все. Когда я только попробовала этот тоник, первую упаковку, он кожу не стягивал. А вот вторая или третья уже кожу стягивала. Видимо, разные партии. Посмотрим, как будет вести себя этот тоник на моей коже. Гидролат. Все тот же я продолжаю использовать. Гидролат розмарина. Здесь уже меньше половины. Очень люблю я это средство. Хорошее. На моей коже работает отлично. Термальная вода у меня та же самая, что и в прошлый раз. Это урияж. Но это огромная-огромная упаковка. Хватает на несколько месяцев объемов 300 мл. По вечерам наношу. Чуть-чуть так вобью термальную воду в кожу. А потом сразу сыворотку. Мне так очень нравится. Хорошая термальная вода. Под тканевые маски после глиняных я использую термальную воду от LibreDerm. Нужно будет купить в запасы, а то это заканчивается. Еще одна есть. И все. Больше термальной воды от LibreDerm у меня нет. Вот что когда будет у нее хорошая цена на сайте аптека.ru. Так спайка из двух таких водичек стоит в районе 400 с чем-то рублей. Что дальше? Сыворотки. По утрам я пользуюсь сывороткой от Novosweet. Я так полагаю, в августе она у меня уже закончится. Летняя сыворотка быстро впитывается, увлажняет кожу. Но не настолько увлажняет, что крем не нужен. Нет, крем все-таки я наношу. Симпатичная, приятная, с мелкими блестками. На лице эти блестки незаметны. Впитывается быстро. По вечерам я пользуюсь активизирующей сывороткой от Swiss Image. Кожа очень упругая по утрам после этой сыворотки. Мне она понравилась. Действительно классная. Расход маленький. Чтобы она впиталась и не было липкости, нужно примерно 5-7 минут. Я это время выжидаю. Потом наношу крем. Крем не скатывается. Никаких проблем нет. Упаковка, кстати, довольно экономичная. Вроде бы мало. Здесь 30 мл. А хватает надолго. За 2 недели вот столько использовано было. Также 2 раза в неделю я использую сыворотку от Новосвит с ресвератролом. Тоже очень кожа упругая после нее. Очень приятная на ощупь утром. Хорошая сыворотка. Я подумываю прикупить еще одну такую. Ее сейчас вот столько. И я так полагаю, в августе она не закончится. Что дальше? Кремы. Продолжаю пользоваться аквафлюидом от L'Oreal. Если бы я взяла с собой этот аквафлюид, то он у меня, наверное, закончился бы в начале августа. Но нет. Он у меня закончится где-то к концу, наверное, месяца. Вот такой расход был за первый месяц использования. За июль. И вот все, что осталось. Почему не закончится до середины месяца? Чуть дольше проработает. Потому что я еще один крем буду использовать. Так-то я и утром, и вечером, и в июне, и в июле им пользовалась. Но я в деревню с собой брала не этот крем, а другой. Вот такой вот LibreDerm. Его здесь чуть-чуть осталось. Не вижу смысла отставлять, пользоваться этим, потом этот добивать. Я их в паре буду использовать. Этот крем поинтенсивнее. Чуть-чуть, самую малость, я его буду использовать вечером. Тоже легкий, летний, неплохой увлажняющий крем. Но, конечно, он не подойдет для шеи, для области декольте, если вам за 30. Он недостаточно увлажняет. Но на лето для лица, для комбинированной кожи, для склонной жирности очень хороший крем. Но в полной версии стоит слишком дорого, чтобы я его приобретала. Уход за шеей и областью декольте в августе у меня немножечко поменяется. Добиваю я крем-скульптор от компании Комплимент. Его здесь совсем чуть-чуть осталось. И ему на смену я возьму омолаживающий крем для шеи и декольте от Фаберлик. Это серия Реноваж. Конечно, эти средства я буду наносить утром. Этот крем я уже говорила. Такой достаточно своеобразный, очень странный, какой-то бесконечный. Но я не чувствую какой-то подтяжки или чего-то такого. Но пользуюсь, раз уж купила банка в таком непотребном виде. Что касается вот этого крема, я им уже пользовалась не один раз. Крем хороший. Он хорошо увлажняет кожу. Возможно, действительно он ее омолаживает. Но нужно использовать несколько упаковок подряд, чтобы хоть какой-то увидеть эффект. Расход небольшой, хотя здесь маленькая баночка 75 мл. В запасе у меня были две такие баночки. Одну открываю, буду с удовольствием пользоваться. По вечерам я буду пользоваться кремом питательным Календула от компании Весна. Да, его здесь немного, но я еще не решила, какой крем для шеи я открою после этого. Этот крем действительно питательный, но у него такой своеобразный аромат. Не самый приятный, если честно. Партия что ли у них неудачно, или они что-то поменяли. Потому что пару лет назад точно такой же крем у нас был с мужем. Муж им пользовался как кремом после бритья. И аромат был очень приятный. А здесь вот что-то не то. Но крем такой плотненький, неплохой. Ну, как-то особая радость от использования здесь и сейчас я не испытываю. К этому крему я добавляю масло кунжутное, потому что другого не было на аптекару. У масла расход был вот такой. За две недели, да, как-то я перебарщивала, видимо. Нужно поэкономнее быть, потому что на аптекару как-то проблемы с такими маслами. А покупать баночки без дозатора это неудобно. Я обязательно все разолью прямо на пол. Так, что касается масок глиняных, у меня их все так же три. Это маски от Ив Роше, от Космекс и от марки Пропеллер. Вот эта маска заканчивается, да все закончится не может никак. Она очень хорошо осветляет темные точки, подсушивает какие-то проблемы. Эта маска тоже подсушивает, обладает таким ярким ароматом. Но в отличие от маски Pure System, она на коже не схватывается. Эта тоже не схватывается, тоже очень комфортная, приятная маска. Они по действию чем-то похожи, вот эти две маски. Хорошие маски. Где-то раз в 5-7 дней я использую глиняные маски. Чаще всего как маски в душе. Один раз в два месяца я набираю большую стопку тканевых масок, которыми планирую пользоваться в ближайшее время и вам показываю. Каждый месяц показывать смысла не вижу. Ну вот раз в два месяца я считаю это вполне нормально. Да, давайте смотреть, чем я планирую пользоваться в августе и сентябре. Хочу попробовать маску от 100 рецептов красоты с клубникой. Ластик несовершенств. Я такую еще не пробовала. Также у меня осталась последняя маска из магазина L'Etoile с единорожкой. Это маска увлажняющая с огурчиком. Единорог, конечно, такой миленький. Такой мне нравится. Последняя из моих запасов тканевая маска от Garnier сияние Сакуры. Мне эта маска нравится. Она хорошая. Нужно будет, пожалуй, еще прикупить. Хотя они, конечно, дороговато стоят. Хочу я попробовать маску от марки MGK с жасмином. Кстати, эта марка появилась в интернет-магазине Подружка. Так я покупала на Беру.ру. Это, конечно, не очень-то выгодно. Да и на сайте Подружка выгоднее покупать по каким-то акциям. Ладно, попробую маску с жасмином. Есть у меня маска последняя, по-моему, от компании Мерине из Фикс Прайса. Это маска с лавандой. Вообще все, которые были до этого, были неплохие. Хочу попробовать маску с тыковкой от Эсфолио. Она омолаживающая. Вот такая симпатичная. Может, действительно омолажусь. Кто ж его знает. Следующая маска для сужения пор. Фрешфуд с морковкой. Такая симпатичная. Маска с бамбуковым углем с сужающей опоры. Еще одна. Вот так выглядит. Я не знаю, как марку правильно это произнести и не перепутать порядок букв в этих словах. Следующая маска Pure Skin с грушей. Интересно будет тоже попробовать. Вдруг в августе будет жарко. Если так, то я воспользуюсь вулканической освежающей тканевой маской. Чистой линии. Она действительно охлаждает кожу. Потрясающе бодрит. Одна из лучших масок из тех, что я пробовала, по крайней мере. Из недостатков лекала. Но фиг с ним, с этим лекалом. Маска просто супер. Также я хочу воспользоваться тремя масками от FITO COSMETIC ACNE CONTROL. Такую я уже пробовала. Мне она понравилась. Такая маска мне не очень понравилась. У нее почему-то была лекала отличная от этой. Здесь нормальная, а здесь огромная. А вот такую я еще не пробовала. Она с белой глиной. Что она делает? Очищает и антиоксидантный эффект. А также от марки FITO COSMETIC. Я буду пользоваться масками, которыми собиралась пользоваться в июне или в июле. Но так мои руки до них и не дошли. Это маски серии Beauty Visage для увлажнения, которая не увлажняет, для лифтинга, анти-эйдж и очищающая. Вот это из всех самое лучшее, на мой скромный взгляд. Ну и напоследок у меня здесь остались маски с коллагеном. Кажется, я ее вам уже показывала неоднократно. В моих запасах еще парочка есть, но больше уже не купить. И хочу попробовать маску от марки PERIPERA, успокаивающую с яблоком. Так она выглядит. Помимо масок вот таких вот тканевых, я хочу попробовать маски от компании Черный Жемчуг. Которые состоят из двух отсеков. Два саше здесь. Вот в этой маске есть глиняная маска и увлажняющая аквамаска ночная. Вторая маска глиняная с каолином. Здесь, видимо, она черная. Здесь она успокаивающая. Не знаю, глина там и там или только тут. Но об этом мы уже поговорим в пустых баночках. Вот такое количество тканевых масок на два месяца. Хватит, не хватит, не знаю. Но, возможно, еще какие-то маски буду другие брать. Вдруг мне захочется чего-то такого, чего нет в этой кучке. Далее речь пойдет о средствах для ухода за глазами и губами. Начнем с глаз. Буду я пользоваться в августе вот такими патчами от компании Petit Fizz Agave. Охлаждающими. Честно говоря, я думала, что действительно эти патчи охлаждающие. Но, вы знаете, нет. Чуть-чуть, может быть, они как-то охлаждают. И то нужно к этим ощущениям очень так серьезно прислушиваться. Тонизируют они, да. Но охлаждают я бы не сказала. Если вы помните, здесь не было вот такой заглушки. Здесь была просто фольга. Мне это показалось неудобным. Заглушку я взяла то ли у Avon, то ли у кого-то еще. Патчи я использовала буквально 3 или 4 раза в июле. Не чаще. Вот так они выглядят. Приятно пахнут. Нормальные, кстати, очень плотные. В отличие от других патчей. Они такие прям плотные, не просвечивают. Но, честно, я ждала, наверное, все-таки чего-то большего. Хотела, чтобы мне кожу под глазами, а не охлаждали, как маска от чистой линии охлаждает лицо. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну да ладно, буду пользоваться. Темные круги, они осветляют. Да, это радует. Кремы для глаз. Последний месяц я пользуюсь кремом от черного жемчуга. Dream Cream. В конце августа уже все, полгода истекает. И даже если что-то здесь останется, с этим я попрощаюсь. Неплохой крем. Он хорошо увлажняет кожу под глазами. Он не легенький. Он такой довольно плотный. Ну как, средней плотности. При этом хорошо впитывается. И макияж на него хорошо ложится. Без всяких проблем. Мне этот крем понравился. По вечерам я наношу крем из фолио. И долго еще буду его наносить. Потому что неизвестно, сколько он годен после открытия. Объем здесь 40 мл. В общем, бесконечная, конечно, такая упаковка. Действительно неплохой крем. Я осталась довольна. Он очень дешевый для своего объема. В принципе, неплохой чудес. Ждать не надо. Да, там разглаживание морщин. Что сразу вы помолодеете. Нет. Но увлажнение есть. И даже на холодное время года этот крем подойдет. Продолжаю я пользоваться сывороткой для роста бровей. Куда ж без нее. И сыворотка для роста ресниц. Она какая-то просто бесконечная. Это марка Эльма. Я уж мажу-мажу каждый день. Несколько месяцев она все не заканчивается. Не знаю, почему так. Здесь всего 4 мл. Ну, реально хватает надолго. Если бы там была кисточка, точнее щеточка, она бы уже давно закончилась. А здесь кисточка. Чуть-чуть так убрать сыворотку, чтобы в глаз не попало. И расход уменьшается. Да, классная сыворотка. Губы, губы. Днем я пользуюсь бальзамом от Ифраше. Его там еще полным-полно. Точно на несколько месяцев хватит. Хороший бальзам. На лето подошел. Никаких претензий. По вечерам я продолжаю пользоваться Кармаксом. Был у меня еще крем от Pure Pau Pau. Я ездила в начале июля к родителям. Взяла тот крем. И, видимо, коты его там заиграли. Да, обратно я этот крем не привезла. Потому что он мне даже на глаза не попался. Я надеюсь, что он все-таки найдется. Потому что там больше половины в банке. Ну, если не найдется, значит куплю какой-то новый. Тот в любом случае меня не впечатлил. Да, все-таки из всех бальзамов с парафином, с минеральными маслами, лучше Кармакса. Я еще ничего не пробовала. Да, так что вот Кармакс. Кармакс. Ну и все, да. С глазами и губами мы закончили. Далее уход за руками и ногами у меня идет. Не знаю, наверное, еще полгода буду я пользоваться вот этим вот скрабом. Потому что использую его даже не три раза в месяц. Наверное, всего лишь два. Летом редко. Ну, а вот придет осень, уже зима. Тогда, конечно, он у меня будет использоваться чаще. Но все равно расход маленький у таких средств. Поэтому одной такой банки мне хватает очень-очень надолго. Кремы для рук. В сумочке со мной ездил в деревню. И будет ездить здесь крем от бархатных ручек Тайна Цветков Маринги. Очень хороший крем. Быстро впитывается, увлажняет. Он, конечно, не на зиму, не на холода. Он летний. Он сумочный такой. Очень приятный. И аромат у него тоже приятный. Дома я собираюсь пользоваться вот таким кремом. Вот компания Белоручка. Называется он Летний шелк. Конечно, его лучше наносить перед выходом на улицу. Потому что у него SPF 2. Ну, я буду дома пользоваться. Давайте посмотрим, что он собой представляет. Только достала. Непонятно, чем он пахнет. Легкий-легкий. Какой-то фруктовый такой запах, как жвачка, что ли. Приятно пахнет. Так, как он впитывается. Мне писали, что практически все кремы от компании Белоручка легкие, быстро впитывающиеся. Ну да, вот этот быстро впитывающийся. Раз, бац, и все, и впитался. Не знаю, как уж глубоко он кожу увлажнит, но поверхностное увлажнение присутствует. Полагаю, что до первого мытья рук эта Белоручка работает. Ну да, ничего страшного. Так, ночные кремы для рук у меня все те же. Это Эйвон с лотосом. Приятный аромат у этого крема. Эйвон антистресс с эвкалиптом и мятой. Не нравится мне этот аромат. Я к нему так и не привыкла. Но, естественно, доиспользую. Куда деться. Три крема от Ифраше. С кокосом приятный. Не трансформируется на кожу. Ну, кокос такой вот, классический кокос Ифраше. Не всем нравится. Вот этот крем с лотосом, к сожалению, трансформируется и становится более кислым на моей коже. Что касается крема с малиной, я брала его с собой в отпуск. На ночь наносила. Хороший ночной крем с приятным ароматом. Практически нехимозным и не трансформирующимся. Все эти кремы маленькие, ночные, они мне нравятся именно как ночные. Хотя их можно и днем использовать. Просто нужно совсем чуть-чуть наносить, чтобы они быстрее впитывались. Так, уход за ногами. Взяла я в использовании новый скраб, такой легенький, относительно легенький от Эйвен. С ананасом и чайным деревом. Я купила несколько упаковок. Не разочарована, потому что очень хороший скраб. Он не совсем баловство, он не очень жесткий, он средний. И для меня самое оно. Да, такая профилактика получается. Скраб пожестче у меня тоже от Эйвен из серии Фудворкс. С пемзой, с семенами клюквы, с чем-то еще. Пришлось вот так вот сцепить вот этой вот штуковиной. Биндер, кажется, она называется. Просто неудобно уже его выдавливать оттуда. Осталось-то совсем чуть-чуть. Ну и за месяц, я так полагаю, закончится. И когда закончится, я поставлю в использование вот такой скраб от Биеленды. Хэппи-энд с пемзой. Вроде бы как он должен быть жестким. С натуральной пемзой. Для сухой и грубой кожи пяток. 125 грамм в упаковке. Давайте посмотрим. Ой, какой-то... Какой-то вот такой. Вот, видите? Кремовые какие-то там вкрапления. Ну, пока не буду выдавливать особо много. Попробую обязательно. Даже не дожидаясь, пока этот закончится. Интересно стало мне. Так, что еще? Крем для ног. У меня в августе будет не крем для ног, а гель охлаждающий. От марки Эко-Лаборатория. Даже если не будет жары, я все равно буду им пользоваться. Просто ради интереса. Посмотрим, что он собой представляет. Большой здесь объем 100 мл. Он, что он делает? Упругость восстанавливает, эластичность, противовоспалительное действие. Усталость снимает, смягчает. Ну, посмотрим. Надеюсь, не сильно будет охлаждать до утра, чтобы уж я прям с ледяными ногами лежала. Ну, посмотрим. Попробуем. В ближайшее время уже начну им пользоваться. Что касается парфюмов, то здесь ничего нового. На прогулку с собаками я продолжу использовать Фрутиссимо Пампл Роуз. Такой яркий, сладкий аромат личи. Еще там что-то интересный, но не совсем такой, как я хотела бы. Я без затеста его покупала. А также я продолжу пользоваться парфюмами от Avon. Perceive Dew и Instinct Forbidden. Очень яркие, индивидуальные, на мой взгляд, ароматы. Такие необычные для Avon. Я их просто обожаю. Лето это то время, когда ими можно пользоваться. Зимой, весной, осенью. Как-то они у меня не идут, только летом. Вот и все. Вот такой уход ждет меня в августе. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Может быть даже полезным. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok